Музыка Каждый третий случай травмирования на рабочем месте происходит из-за личной неосторожности, не применения средств индивидуальной защиты. В Барановичском горосполкоме состоялся семинар по охране труда для специалистов региона. Около 20 бывших несовершеннолетних узников фашизма со всей Беларуси в эти дни проходят оздоровление в санатории-профилактории магистральной. Торжественный прием был организован для них в Барановичском горосполкоме. В Барановичском государственном университете прошла пятая международная научно-практическая конференция на тему «Специалист 21 века. Психолога, педагогическая культура и профессиональная компетентность». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи» в Брестской области. За последние пять лет производственный травматизм снизился на 30%. В то же время за январь-сентябрь текущего года в регионе в результате чрезвычайных происшествий на производстве погибло 10 человек. Каждый третий случай травмирования на рабочем месте происходит из-за личной неосторожности, неприменения средств индивидуальной защиты. В Большом зале горосполкома состоялся семинар по охране труда для специалистов региона. Подробнее в первом материале выпуска. В Барановичах состоялся семинар по охране труда для специалистов не только нашего города, но и Барановичского, Ляховичского, Ганцевичского и Ватцевичского районов. Заместитель председателя горосполкома Дмитрий Техну отметил, что несчастные случаи не происходят там, где о безопасности труда беспокоятся и наниматель, и сам работник. И напротив, туда, где нет этой обоюдной заинтересованности, приходит беда. Около 30% случаев травмирования на рабочем месте происходит из-за личной неосторожности, неприменения средств индивидуальной защиты. С начала года в Барановичах 235 работников были уволены за нарушение дисциплины, из них 142 за прогулы, 66 за употребление алкоголя. Большую предупредительную работу ведет мобильная группа горосполкома. В текущем году она выявила 1270 нарушений. Ирина Марша, консультант отдела охраны труда Управления охраной и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и судзащиты, рассказала о законодательных новациях в области охраны труда. Заместитель начальника управления надзора за соблюдением законодательства об охране труда Департамента государственной инспекции труда Вероника Поверенная остановилась на порядке расследования несчастных случаев на производстве. Участникам семинара были продемонстрированы новые образцы средств индивидуальной защиты и производят такую одежду, каски, защитные очки и все необходимое, в том числе и в Беларуси. Уважаемые телезрители, 26 октября с 16 до 17 часов на базе Малаховецкого селесполкома состоится выездной прием граждан и представителей юридических лиц председателем Барановичского райисполкома Василием Михайловичем Хватиком. Предварительная запись осуществляется по телефону 43-92-36. В этот же день, 26 октября с 15 до 16 часов на базе Новомышского селесполкома состоится выездной прием граждан и представителей юридических лиц заместителем председателя Барановичского райисполкома Сергеем Сергеевичем Сливой. Предварительная запись осуществляется по телефону 64-25-61. Сегодня Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма насчитывает более 13 тысяч человек. Все эти люди стали свидетелями и непосредственными участниками тех страшных событий, когда сотни тысяч невинных жертв гибли в фашистских гетто и концлагерях. Около 20 бывших несовершеннолетних узников фашизма со всей Белоруссии в эти дни проходят оздоровление в санатории профилактории магистральной. Торжественный прием был организован для них в Барановичском городском исполнительном комитете. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Сегодня в Германии существуют различные благотворительные организации, чья деятельность направлена на оказание помощи тем, кто пострадал от рук фашистов в годы войны. Среди них и немецкое общественное объединение имени Максимилиана Колбеверка. Именно им было организовано оздоровление более 20 бывших узников концлагерей и гетто со всех уголков Белоруссии в Барановичском санатории профилактории магистральной. Мы просто хотим помочь бывшим узникам концлагерей и гетто. Мы делаем для них подарки, приглашаем на лечение, организовываем лечение для них. И мы также оказываем финансовую помощь, приглашаем их посетить нынешнюю Германию, чтобы они посмотрели и встречались с нашими учениками. Они рассказывают ученикам, чтобы наша молодежь знала, что было в те годы. По словам волонтера Херберта Майнеля, который на торжественном приеме в горосполкоме представлял немецкую благотворительную организацию, за 30 с лишним лет ее существования на помощь жертвам фашизма было направлено около 75 миллионов евро. Большая часть из них – пожертвование простых немцев. Некоторые проекты финансировались католической церковью и организацией «Каритес». На торжественном приеме в горосполкоме присутствовали те пенсионеры, которые не понаслышке знают, что такое Аушвиц, Беркинау, Дахау, Колдычева, Азаричи, которые не понаслышке знают, насколько это страшное слово – война. Уничтожаются города, уничтожается население, уничтожаются нации. Поэтому сегодня нужно действительно рассказывать всем, не только детям, а всем, чтобы все знали о том, чтобы это больше никогда не повторилось. Потому что концлагеря, лагеря, места принудительного содержания – это очень страшно. Это страшно. Понимаете, если случаются вот такие вот трагедии, Смотрите, это Бабий Яр, это Освенцин, это у нас здесь Тростенец. Это ужасно. Поэтому стараемся делать все то, чтобы это никогда больше не повторилось. Сегодня Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма осуществляет широкую деятельность. Издает книги, возводит памятные знаки, проводит встречи с подрастающим поколением. Они делают все, чтобы не стерлись с годами воспоминаний о том, что творилось на нашей земле за километрами колючей проволоки. Детей внезапно охватил испуг, прижались к матерям, цепляясь за подолы, и в выстрел раздался резкий звук. Уважаемые телезрители, инспекция Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи обращается к гражданам, которые проживали, работали или учились за границей более 183 дней в 2015 году с просьбой в целях исключения из плательщиков сбора на финансирование государственных расходов в соответствии с декретом президента Республики Беларусь номер 3 о предупреждении социального иждивенчества предоставить соответствующие документы в налоговые органы. Кроме того, можно предоставить иную информацию, подтверждающую участие в финансировании государственных расходов. Указанную информацию можно предоставить лично, почтой, либо электронным способом, в налоговый орган по месту жительства. Получить консультацию по вопросам применения норм декрета вы можете по телефонам, которые видите на экране. В Барановичском государственном университете прошла пятая международная научно-практическая конференция на тему специалист 21 века, психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность. Подробности в репортаже Вероники Статкевич. Проблема формирования педагогической культуры занимает одно из центральных мест в исследованиях. О ее значении свидетельствует большое число публикаций введения различных спецкурсов в образовательные программы подготовки педагогов, содержанием которых является совершенствование их педагогической культуры. Так, на пятой международной конференции, проведенной в стенах высшей школы Барановичей, собравшиеся педагоги из трех стран Беларуси, России и Украины, обсуждали актуальные для педагогической среды вопросы. Спектр тематики конференции достаточно широк и, на мой взгляд, он отражает все современные вопросы развития науки. Глубоко убеждена, что сегодняшнее мероприятие откроет широкие возможности для обмена мнения, как теоретиков, так и практиков, и, конечно же, даст импульс новым инициативам. В 21 веке ученые предрекали наступление психозойской эры. Насколько предсказания сбылись, судить пока рано, но одно очевидно – психология пришла в современное общество, в целом и в образовании особенно основательно. Сегодня звучат мнения о том, что нынешнему учителю необходимо иметь наряду с профильной подготовкой еще и основательное психологическое образование. В частности, вопрос психологического образования, как обязательного второго для учителя начальной школы, обсуждается весьма серьезно. На мой взгляд, как раз специалист 21 века, он должен быть человеком разносторонним, должен быть человеком толерантным, должен понимать, ценить свою культуру, должен понимать, в чем состоит сущность славянских ценностей, общеславянских ценностей, русской, белорусской культуры. И в этом плане, мы надеемся, будет развиваться и образовательное сотрудничество между нашими университетами. То есть специалисты – это все-таки еще современные, это человек мобильный, и преподаватели, которые тоже этого специалиста обучают, они тоже должны обладать мобильностью. Мы предполагаем и будем предлагать руководству университета, чтобы наладить обмен преподавателями, обмен студентами, для того, чтобы повысить вот эту включенность русских студентов, российских студентов в белорусскую культуру, а, соответственно, студентов из Белоруссии, преподавателей из Белоруссии. Мы будем с удовольствием их ждать на Тамбовской земле гостеприимные. Участники конференции работали в пяти секциях по разным направлениям – психолого-педагогические условия, профессионального образования будущего специалиста-психолога, воспитание и развитие дошкольников, организация здоровья и сбережения в учреждениях образования, человек в обществе, история и современность, слово умостатским тексте, як объект филологии и методики, актуальные проблемы лингвистических и культурологических исследований. Педагог 21 века – это педагог без границ. Сегодня, наверное, в прямом смысле есть доказательство, почему? Потому что форум имеет и представителей с России, и представителей с Украины, и это радует. Почему? Потому что сотрудничество будет действительно, наверное, плодотворным. Каким должен быть педагог? Безусловно, это педагог, который умеет мыслить, мыслить на перспективу, умеет доводить свое дело до конца, умеет сотрудничать. Это самое, наверное, главное. И так как человек самоуправляемый, то, безусловно, он должен владеть навыками, которые позволяют ему самоорганизовываться в своей деятельности, для того, чтобы в наше бурное время человек может успеть только тогда, когда он может самоорганизоваться. Участники международной конференции увезли с собой массу положительных эмоций, а также неоценимый опыт, коллег и множество тем для дальнейшей работы и сотрудничества трех государств. Встреча с писательницей Зоей Долей пройдет завтра, 26 октября, в деревне Новая Мышь Барановичского района. Она презентует новый сборник «Окно у замежа». Повесть рассказывает о жизни современных белорусов, их отношениях с иностранцами, путешествиях в Европу. Автор поделится мыслями о том, как возникла идея создания книги, зачитает отрывки, прозы и стихи, вспомнит о своем пути к успеху. В программе мероприятия также знакомство с литературным редактором издательства «Книга-сбор». Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Впереди реклама и прогноз погоды. Всего вам доброго. До свидания.